Сейчас в Минске строится порядка 600 тысяч квадратных метров ежегодно. Мы планируем оставаться на этом уровне, но в Минске будет строиться меньше жилья за счет того, что мы будем перераспределять на города-спутники. Потому что там наиболее перспективные площадки, и мы видим на примере Смоливич, что люди охотно туда идут и будем работать в этом направлении. Сейчас мы проводим анализ в городе существующей усадебной застройки, и в этом году мы завершим этот анализ, по которому определимся, какую усадебную застройку мы сохраняем. Для того, что людям говорим, что здесь мы ничего трогать не будем, поэтому вы можете проводить реконструкции, достраивать, перестраивать и работать в этом направлении. Поэтому после завершения этой работы мы тогда внесем изменения, будем предлагать генплан и разработаем ПДП по единым правилам для этих усадеб, которые должны работать в установленном порядке, жить и уже выполнять эти единые требования. У нас в этом году запланировано направить на строительство 4030 многодетных семей, и в следующем году также 3500 тоже направим. После этого мы уже выйдем на параметры, когда не более года стоят, мы просчитали, это порядка ежегодно 1600 семей мы будем спокойно направлять, и уже будет выровнена ситуация, многодетные будут понимать, что ежегодно в течение года они будут направлены на строительство. Арендное жилье. Здесь мы видим хорошую перспективу, и тоже будем на пятилетку планируем строить количество квартир, определяют по различным категориям, но планируем еще отработать с банками по кредитам для того, чтобы увеличивать вот эти объемы, которые мы здесь показываем, потому что это перспектива. Кто является заказчиком арендного жилья? Заказчиком арендного жилья является наша государственная организация, это строительный у нас УКС, Располкома и Минстрой. Они назначаются заказчиками, сейчас готовится проект указа, когда УКС для всех категорий будет оформлять на себя кредит, потому что пока мы дожидаемся, пока весь дом оформится, мы теряем время. Сейчас он будет брать на себя кредит, оформлять его, начинать строить дом по ходу строительства, будут подключаться тогда, заключать договора застройщики и к концу дома фактически он будет уже заселяться, получать готовые ключи. Я хочу еще раз подтвердить свое требование сокращения строительства в Минске жилья. Нам нельзя перенаселять Минск. Это не просто разговор. Это возьмем на жестокий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производительные силы по стране людей. Поэтому, да, для Минска города спутники, и здесь надо активнее в этом направлении работать.